Настоящее чудо медицинской техники. В детской поликлинике номер 5, Центр охраны материнства и детства, появился уникальный лор-комбайн. Монтаж современного оборудования специалисты привели в конце прошлой недели. С его помощью лор-врачи детской поликлиники осматривают юных пациентов. Тему продолжит Евгения Солохудинова. Юлия Шапорова привела сегодня на прием Катарину-лорингологу трехлетнего Санишку Мишу. Вот уже в течение нескольких дней ребенок жалуется на сильную заложенность носа. Врач за считанные минуты проводит диагностику и ставит диагноз. Ускорить и автоматизировать многие процессы с недавнего времени специалисту помогает лор-комбайн. Уникальное современное оборудование появилось в детской поликлинике буквально на днях. И многие уже успели оценить его по достоинству. Естественно, это и быстро, и удивляет, насколько у нас шагнул прогресс в этой области. Это здорово, что сейчас есть такие возможности. Пришелся он по душе и самим детям. Смотрит в экран, говорит, что это он. Да, Миша? Лор-комбайны по праву называют ассистентами врачей-отаринолорингологов. Это современное оборудование способно облегчить работу лор-специалисту и повысить ее эффективность. Аппараты делают лечение юных пациентов более комфортным, качественным и, что очень важно, безболезненным. Состоит комбайн из основного блока ирегационных и аспирационных систем. В качестве дополнительных устройств к нему прилагаются микроскопические системы визуализации, различные осветители и аппараты. Промываем серные пробки специальным водным пистолетом, подогрев воды идет. А здесь мы инструменты, когда выкладываем стерилизованные из бикса, тут есть ультрафиолетовая лампа и она автоматически загорается. То есть они сохраняют свою стерильность. И самое основное преимущество – это, конечно, наличие видеосистемы, что мы можем посмотреть эндоскопически, риноскопом специальным, с выводом на экран, на монитор. И с большим увеличением можем видеть, что происходит в носу, в ушах. Ранее в лор-кабинете стоял комбайн 95-го года выпуска – добротный, качественный немецкого производства. Он до сих пор в рабочем состоянии, но, конечно, уже устарел. Новое оборудование более компактное и функциональное. Оно позволяет не только проводить диагностические исследования, но также при необходимости и операционные вмешательства. Правда, это возможно только в условиях стационара. Приобретен комбайн был в рамках программы развития здравоохранения при поддержке правительства Челябинской области. С момента объединения детской поликлиники в Центр охраны материнства и детства с января 2020 года, за пять месяцев этого года наша поликлиника уже получила третью крупную единицу медицинского оборудования. Спасибо правительству Челябинской области, губернатору Челябинской области и Министерству здравоохранения Челябинской области. Пока этот комбайн единственный подобный в городе. Планируется, что в будущем такими универсальными устройствами будут оснащены лор-кабинеты всех детских поликлиник. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.